Николай Александрович, начнем, наверное, с вас. Вот ваше отношение к решению Андрея Бочарова пойти на выбор губернатора в этом году? Да, у меня это положительно. Я связываю с этим большие надежды, потому что мы уже соскучились по прямым выборам. Это демократично. Тем более человек, который, ну, пришел с взглядами, которые мы, ну, давно тоже ожидали. Это какой-то оптимизм, надежда. Все же у нас многое изменится к лучшему. Мы, Сталинградцы, Волгоградцы, особенно наши ветераны, наши родители, они уже давно мечтают о том, чтобы у нас были позитивные перемены. Конечно, это связано с нашим губернатором. Это формирование новой команды. Наша задача здесь просто оказывать поддержку губернатору и формирование его новой команды. Потому что вот опора на общественность, на народный фронт, на общественные советы при ведомствах, на вообще все политические и общественные организации, которые у нас есть, они позволят, наверное, губернатору принять правильные решения. Потому что самая сейчас у нас больная проблема – это не дороги, это кадровый голос настоящих профессионалов. Я особо, честно сказать, не возлагаю на праймере с большей надеждой. Вот моя точка зрения. Я участвовал сам два года назад. Ну, если он будет правильно организован, демократически, дай бог. Ну, как он в прошлый раз был организован. На этом настаивает новый губернатор? Давайте настаивать. Но один губернатор это ничего не решит. Должна быть широкая народная поддержка. Спасибо, Александр. Ваша точка зрения. Я согласен с коллегой. Будущее с оптимизма смотрите? Знаете, последние четыре года будущее было без оптимизма. Поэтому настроил меня на несколько критичный глад. Но я очень согласен с коллегой, что нужно формировать власть народную. Власть народного доверия. Нужно вернуть доверие и исполнительные законодательные власти. Как-то на одном из совещаний Народного фронта, на большой конференции, очень много говорили о том, что власть должна быть на расстоянии вытянутой руки. Действительно, дотянуться до власти сейчас очень сложно. Вы сами знаете, приди в любую администрацию и попробуешь что-нибудь добиться. Ведь если ты не будешь требовать кричать и обладать какими-то ресурсами, административными в том числе, ведь очень сложно чего-то добиться, потому что в самой власти нет мотивации, нет вот этого позыва быть ближе к людям, отвечать их чаяниям и запросам. Ведь что такое, опять же, исполнительная власть, возьмем муниципальную? Это своего рода предоставление качественных муниципальных услуг. Но что мы видим на деле? Мы видим иногда равнодушие, иногда хамство, иногда просто какое-то избегание, что ли, увиливание от своих профессиональных обязанностей. Формирование кадровой линейки, о которой мы говорим все время, и в последнее время мы говорим все более открыто, оно еще чревато вот этими предыдущими годами, ну, назовем его так, застою. Ведь власть и управленческий аппарат формировался по принципу отрицательной селекции, когда, извините за выражение, дурак нанимал на работу дурака. И эти дураки, как оказалось, стали определять во многом стиль управления, понимаете? Поэтому прежде всего от этого нужно будет отказаться. И совершенно правильно новой команде надо помогать. Я категорически всегда протестую против того, что власть должна наблються, принести обществу некие блага. Общество должно взаимодействовать, оно должно интегрировано быть во власть и получать адекватно своим запросам и своим же поступательным движением. Поэтому общественный контроль – это как раз взаимодействие между органами власти и обществом. – Но согласны с Николаем Александровичем, что главная проблема – это кадры? Вот сейчас, в данный момент. – Я согласен с тем, что кадры можно будет сейчас сформировать, кадровую линейку, только в том случае, если будет куда двигаться, с чем двигаться. Понимаете, у нас большой провал в экономике, вы все это знаете. Большой провал в финансах. Вообще Бочаров оказался в не очень выгодном сейчас положении. Понимаете, и, как сказать, на него сейчас обрушилось все. И все хотелки, извините, опять же, за нелогизм. И все те нереализованные, может быть, чаяния, которые есть у населения. Поэтому со скудным бюджетом и с очень слабой возможностью маневрировать, конечно, никакой губернатор, даже сверхъестественно, не сможет ничего сделать. Поэтому кадры действительно есть. Они есть и в вузах, они есть. Их не пускали многие, вы согласитесь. Да, многие люди просто не могли устроиться. И вообще, я думаю, вот этот посыл, что нужно идти широким фронтом на выборы, он покажет свою эффективность. Потому что многие, которые бы хотели и могли бы работать в системе управления, их просто отсеивали, не пускали. Вот по принципу отрицательной кадровой селекции. Спасибо. Павел Павлович. Ну, здесь, наверное, мы будем солидарны о том, что Андрей Иванович дал добро. Прежде всего, баллотироваться губернатором нашего легендарного Волгоградска-Сталинградской области. Это, наверное, хорошо. Наверное, все мы здесь солидарны, о чем сейчас было уже сказано. И само развитие экономическое за последние годы, и та финансовая составляющая, которую сегодня мы и имеем. Но, наверное, в отличие от здесь присутствия, мне пришлось в свое время 8 лет поработать в команде Николая Кирилловича. Я не могу сказать, что мы все делали очень хорошо. Есть и свои, как говорится, и недостатки, и плюсы, и минусы. Но, в принципе, в принципе, Волгоградская область не была дотационной области. Она была в определенной степени донором. И то, о сегодняшнем, что сказано было по поводу кадров, наверное, абсолютно правильно. Кадры в области есть. Другой вопрос. Где они работают? И как к ним относились? И та команда последние два года, то есть два созыва, когда два губернатора предыдущие были, и формировали команды, что при Бравко, что при Бажене, в основном кадры были извне. Как бы то ни было, кадры, выращенные на нашей земле, они лучше знают чаяние и все подходы для того, чтобы решать те или иные проблемы. И, безусловно, что сегодня Андрею Ивановичу очень будет сложно решать многие проблемы, хотя вот некоторые говорят, о, пришел новый губернатор, у нас все завтра будет. Ну, наверное, чудо такого не произойдет, потому что во всех направлениях надо много и много и сегодня работать. И все будет зависеть от того, как будет процесс управления. Ну, цель и задача для нас всех понятно, вывести Волгоградскую область из того прорыва, в котором она оказалась. При всех тех возможностях, которые есть в области. Что касается праймерис, который сейчас проходит, действительно, социальная активность населения, ее нужно поднимать и много можно говорить, обсуждать. Ну, действительно, нужно приходить. И я призываю, чтобы население приходило, выслушивало и голосовало, так сказать, душой, умом, сердцем поддержать тех достойных людей. Потому что, как складывается практика, в депутаты многие приходят, люди, которые хотят решить какие-то свои личные вопросы. На самом деле депутат – это человек, который решил уже давно свой вопрос, а сейчас он должен решить вопрос сообщества и помочь ему. В Волгоградской области необходимо вернуть доверие власти, да, чтобы народ вновь поверил власть. Вы согласны с этим? Да, я поддерживаю эту позицию. На самом деле большое количество людей готовы и хотят голосовать. И по поводу кадров я вот уже слышала о многих тех, кто выдвигается, кто будет участвовать в праймерис. Я уже для себя даже сделала вывод, за кого буду голосовать 1 июня. На самом деле очень достойные и интересные люди. И нет такого, что, вот знаете, какая-то реклама идет на больших баннерах, абсолютно простые листовки дают, известнейшие люди, кто в городе давно себя уже зарекомендовал. Вот, поэтому я и родителей, и всех, кто вокруг агитирую, чтобы люди больше участвовали и были открыты и хотели, так сказать, быть не только в курсе того, что происходит по телевизору, но и принимать непосредственно свое участие. Я знаю Андрея Ивановича с 2011 года. Он много работал в нашей области. И, в общем-то, он нашу область знает. Я должна сказать, что, конечно, назначение Андрея Ивановича было воспринято большой группой, особенно интеллигенцией, женщинами, очень положительно. Дело в том, что здесь так все, ну, тихонько, ну, не профессионалы, ну, нужные люди. Мы знаем о том, что даже у некоторых руководителей назначение на должности стало своеобразным бизнесом. Это безобразие нужно вырвать. Юрий Львович, вот скажите, с момента его назначения на пост временно исполняющего обязанности губернатора до непосредственно выборов, сколько у нас получается, пять месяцев практически, да, чуть-чуть больше, вот на ваш взгляд этого времени достаточно для того, чтобы как-то проявить себя перед местным избирателем? Или все-таки срок слишком небольшой? Как вы считаете? Я считаю, что срок небольшой. Для того, что я, конечно, понимаю, вот все мы, все, все, да, все мы в одном порыве говорим о том, что, да, надо поддержать Андрея Ивановича, да, хороший, достойный человек, но я это ассоциирую с тем, что люди устали жить в хаосе. Ведь наша область, наша область на протяжении ряда лет вводилась и ввергалась в хаос. Люди устали, люди ждут позитивных перемен. И, конечно, основное вот из того, что вот по кадрам, да, пора ломать партийно-административное кумовство, которые, засилие которого и воспринимается народом, вот я как профсоюзный работник, лидер, да, могу сказать, негативно и в отрицательном ракурсе. Вот то, что идет и раздражает население, наверное, и надо с этим в первую голову учитывать, потому что, естественно, будут ошибки, естественно, будут трудности, но, получив поддержку народа, не партий, не партий, там, не профсоюзов, как возьмемся за руки и пойдем вместе за ним, но только делами можно доказать свою лояльность и свою возможность совершить эти перемены. Перед населением Волгоградской области. Николай Александрович, согласен, что пять месяцев это мало? Да, знаете, человек и за день может проявиться, а может 10 лет быть такой. Существует от человека. И не поймешь его. У меня, понимаете, вот есть пожелание, чтобы, конечно, у него все получилось с помощью всех нас, и чтобы он был очень осторожен работать с вашим братом, журналистом, потому что вы любите захваливать, это соловьи такие, что у нас уже два избирнатора так им пели, что они уже не знали, кому верить. Поэтому хотел, чтобы Андрея Ивановича, и мы будем об этом его предупреждать, когда встречаясь, как-то осторожен был. Надо больше, чтобы была правдивая, объективная информация. А вторая проблема, которая меня настораживает, что народ наш, он нетерпелив, он дождался. Тут правильно, коллеги, Гавриль, как говорится, как Цой пел, мы ждем перемен. Они пришли эти перемены, но они не могут в одночасье решиться. Поэтому надо набраться терпения и надо всем, засучив рукава, работать в одной команде. Тогда все получится. Они вот ждать, и говорят, вот не получилось. То есть, весна прошла, дороги не сделали. Лето прошло, урожай плохой. Но не может это быстро решаться. Поэтому и нашему волгоградскому народу, Сталинградской закваской, надо набраться мужества, тоже дождаться... И запастись терпениями. Я вас правильно понял, да? Да, только так. Тогда все у нас получится. Александр, к нам задать какой вопрос? Одну секундочку. Вот то обстоятельство, что Андрей Бочаров, он не является местным политиком и хозяйственником, он не местный человек. И поэтому, естественно, он априори далек от всех этих внутриклановых, внутриэлитных разборок, которые область нашу постоянно раздирали на протяжении многих лет. Вот если его рассматривать как кандидат, это плюс, скорее, или минус, на ваш взгляд? Ну, то, что он не местный сейчас в глазах избирателей, это может быть даже больше плюсом. Потому что он стоит над схваткой. Просто у него конкуренты, наверное, каждый бы тот обыгрывался. Он стоит над схваткой. Он стоит вне кланов. Он вполне себе отдает отчет, что происходит. Во-первых, потому что он с 2011 года здесь присутствует постоянно. И он достаточно хорошо разбирается в ситуации. Но я бы хотел даже сказать не об этом. Вот мы говорим праймерис, праймерис, праймерис. А мы не отдаем себе отчета, что слово праймерис, как американизм, он не совсем ассоциируется у людей с чем-то очень важным, с чем-то настоящим. Понимаете? Надо в первую очередь ответить на вопрос и в Рио губернатору. А зачем людям идти на праймерис? Что они увидят там, когда придут 1 июня в летний день, в жаркий летний день, вместо того, чтобы поехать на дачу или на речку с детьми, будет детский день. Они пойдут на скучнейшие мероприятия. И вот тут и в Рио губернаторы. И та команда, которая сейчас складывается, и те люди, которые хотят новую политическую реальность создать с нуля, они должны в первую очередь ответить на этот вопрос. Мы смотрели в конце 2013 года, или где-то в середине 2013 года, социологические опросы, очень такие важные, про Рио, которые делала Единая Россия, но которые нигде не опубликовались. Так вот, отрицательное отношение к власти было на зашкаливающем уровне. Более того, люди, отвечая на вопрос, зачем вам власть, и пойдете ли вы на выбор, отвечали отрицательно. Поэтому, мне кажется, сейчас главнейшей задачей объяснить населению Волгоградской области главную свою гражданскую задачу – прийти на выбор любой ценой и показать, за кого ты. Ты за будущее или за прошлое? Ты за развитие области? Не за Бочаровой или там за кого-то еще? А ты хочешь, чтобы эта Сталинградская земля героической была или не была? Это не государственная позиция, когда на выборы приходит менее 25%. Мы даже порог понизили из-за этого. На выборы должно приходить не менее 50%. Нужно всячески популяризировать выборы, нужно всячески популяризировать народное голосование, которым является праймерис, переводить этого с нерусского на русский и объяснять человеку, что он голосует не за Бочарова, не за Иванова, не за кого-то там. А он за себя голосует, за себя, за любимого, за свою семью, за своих детей, за их будущее, в каком доме они будут жить, в какой машине они будут есть, какие продукты они будут есть, в конце концов. Мы ездим в деревни, мы ездим в отдаленные населенные пункты. Вы не представляете, как они хотят жить в красивой, нарядной, честной стране. И вот за это надо голосовать прежде всего. Параллельно, значит, с изменениями в самом верху аппарата управления в городской области, смены губернатора, произошли, можно сказать, радикальные изменения и в партии «Единая Россия». То есть кардинально обновился полицовет. И вот на ваш взгляд, насколько два этих события, смены губернатора, обновление полицовета, связаны между собой? И какие эти события могут повлечь за собой последствия именно для партии в регионе? Очень коротко и ясно. Во-первых, была создана убогая политическая модель, о которой говорили, сейчас обсуждали это. Совершенно неженеспособно создана она была для того, чтобы получали выгоду одни люди, а расплачивались за нее другие. То, что был разогнан, буквально разогнан поганый метлой полицовет, я думаю, это оздоровит ситуацию в партии. Я думаю, то унижение, и я неоднократно это подчеркивал, то унижение, которое испытывала областная дума, фракция «Единой России» и полицовет «Единой России», оно не могло привести ни к чему другому. И с этим унижением жить партия, именуя себя партией власти, не может. Она должна быть партией власти, но не власти какой-то небожители, а власти народа. Если они хотят вернуть себе доверие, если они хотят, единороссы, я имею в виду, хотят вернуть себе репутацию, а это очень важно сейчас в глобальном информационном пространстве, они должны пойти на непопулярные меры, они должны пойти на жесткие меры и начать чистку с себя. Пусть они докажут, партийцы прежде всего, что они представляют интересы народа. А не вот этот клуб-междусобойчик на дорогущих автомобилях, который обслуживает свой собственный бизнес, в том числе и интересы. Ильвович, в новый состав регионального полицовета не попал ни один, по-моему, единоросс, который входил в предыдущий состав. Вот это для партии, как вы считаете, это плюс перед выборами очень серьезными или все-таки минус? С точки зрения обновления губернаторского корпуса это плюс. Потому что, по большому счету, убрана оппозиция, та возможная, которую выгнали поганой метлой. То есть расчищена дорога. Дальше идет формирование нового полицовета. Он тоже будет меняться. Он будет искать более лучших, достойных кандидатов, которые будут рассматриваться в работе в данном составе. Но самое главное, я считаю, вот мы все говорим о Панагерике. Но я хотел бы предвосхитить возможную ложку дегтя, который может испортить эту бочку меда. Вы знаете, мы постоянно говорим, что вот у нас мы проголосуем, возьмемся за руки, пойдем. Но мы забываем тот печальный опыт, связанный с обл. сберкомом нашим. По большому счету бесконтрольность. И все получается так, мили и мили твоя неделя. А решалось все до этого кулуарно, полукулуарно в обл. сберкоме. Вот если не будет контроля, то и эти выборы, во главе которых будет заявлен, ну, в общем-то, губернатор, они и понизят его рейтинг и доверие среди жителей нашей области. Дайте маленький ремарочку. Вот по поводу изберкома. Изберком сам по себе, как организация, она подконтрольна. И ним управляли. Другой вопрос. Чистоплотно или нечистоплотно, и выходило это за пределы. Ну, на сегодня я могу с уверенностью сказать, что наш областной изберком возглавляет Наталья Николаевна. Это высочайшей порядочности человек. И она никогда не позволит, как бы, пойти на эти варианты. Это раз. Во-вторых, четкую позицию в этом направлении и обозначил сам Андрей Иванович. Сказал, что хватит заниматься бутафорией. Никому она не нужна. И эти проценты, которые, извините, искусственно делать, конечно, это у него. Согласен, Александр? Да, когда председатель обл. сберкома с пьяной, с курткой на голове шастает по аэропорту, это, конечно, чудовищно сказывается на репутации всех нас. Потому что таким образом мы, как бы, показываем, что мы с этим согласны. Хорошо, что мы оказались с этим не согласны. И Павел Павлович об этом сказал, что только наделенные высочайшим доверием профессионалы могут быть арбитрами вот в этом споре, кто лучший. Не кто худший, а кто лучший. Выборы – это выборы лучшего человека. Мы хотим все жить хорошо. И мы хотим, чтобы делегировать свое доверие именно профессиональным людям. В конце концов, закон – это общественный договор. Это никто не отменял. А общественный договор надо исполнять всем обществом. И те, кто получили от нас эту власть, они должны об этом очень хорошо помнить. Когда Единая Россия предложила Бочарову пойти на выборы от ЕР, одним из условий было то, что на предстоящих выборах никаких списков кандидатов не должно быть. Вот как Вы считаете, опять-таки, в преддверии таких непростых, кроме того, масштабных выборов в регионе, это плюс для будущей избирательной кампании? Николай Александрович, давайте с Вами. Имеется в виду заготовленные списки, уже кто реально проходит. Конечно, это плюс. То есть, это открывает глаза народу. Это действительно какая-то вера уже происходит, что вопросы решают население, а не в кабинетах. Вы знаете, я все же думаю, что вот то сито, которое будет, пройдут люди его, посмотрят, составятся, сам народ выберет тех, кто станет кандидатами этих список, списки, и, наверное, правильно проголосует. А так мне сейчас трудно говорить, потому что еще пять месяцев, да, и многое, что может произойти. Я хочу сказать о том, что хорошо, что не будет закрытого списка. Речь шла о закрытом списке, а список, например, тех, кто лучше всех прошел, значит, праймерис на голосование. Он все равно будет, как же, он не может быть, он будет. Следующее, тот, кто победит при социологическом опросе. Тот, кто пройдет и защитит свои программы на трехдневном партийном семинаре, когда высококлассные специалисты будут смотреть, кто действительно готов. И этот список будет тоже. И мы знаем, что то, что касается праймериза, то вот здесь сидят несколько членов оргкомитета по проведению праймериза. И, конечно, там список будет. Но и самое главное, а как же, как будет партия голосовать? Ведь итогом будет голосование партии, значит, тоже будет список. Поэтому здесь речь идет о закрытых списках. И мы знаем, что эти списки создавались не по профессиональным принципам, а по количеству внесенных средств и по нужности того или иного. Вот об этом говорит Андрей Иванович. И здесь мы его поддерживаем. Такого списка нам не надо. Я еще хотел сказать об одной вещи, которую, как правило, избегают, обсуждая будущие выборы. И речь даже не идет не о праве «Единой России», а о выборах вообще. Да. Вы знаете, что организованная преступность мимикрировала. Это уже не бандиты с бейсбольными битами, хотя есть и такие. А это высококлассные иногда, очень умные, очень интегрированные в бизнес, во власть, во все управленческие структуры люди, которые принимают серьезные решения. В том числе лоббируют интересы каких-то структур для входа во власть. Здесь при формировании вот этой предвыборной площадки нужно учитывать, что преступность организованная очень квалифицирована, и она не очевидна. И вот здесь большая задача правоохранительной системе сделать фильтр, в том числе и для тех людей, которые не очевидны. То есть человек может сказать, что у меня нет судимости, нет ничего, я чистый перед законом, у меня все нормально. Но на самом деле любой оперативник вам скажет, что это не так. И вот эти процессы, они весьма скрыты. Мы с вами видели, как назначенный председателем горосберкома судимый за мошенничество Сиренко руководил выборным процессом. Что из-за этого произошло? Это произошла катастрофа фактически, сейчас он находится в розыске, вы знаете, он задержан. Понимаете, поэтому здесь, в этой ситуации, частота выборов, она зависит от всех абсолютно структур, которые и от гражданского общества, и от всех структур, которые будут за этим наблюдать. Поэтому мы должны к выборам прийти в безупречной ситуации. И праймерис, конечно, он отчасти отсеет это, и вот как сказали, что нельзя купить себе входной билет. Вот входной билет, это недопустимо. А все остальное надо бороться, и надо смотреть, как за это будут бороться. Чем больше муницип, тем будет лучше в итоге, правильно? Совершенно верно. Я человек в регионе Новый, живу здесь недавно. И вот, приехав сюда, что я увидела, очень сильный упадок, очень большое недоверие к власти. То есть, среди населения мнение, что власть изолирована, она для народа недоступна. Как говорили здесь уже, да, какой-то междусобойчик. И мне кажется, что вот как раз-таки этой зимой ситуация достигла просто критической точки кипения. Но быть негативно настроенным, выражать свое недовольство, да, нужно не на кухне, не в интернет-форумах, да, поговорили и разбежались, да, свою гражданскую позицию проявили. А действительно, нужно приходить на выборы, нужно голосовать и свое будущее создавать своими руками.